Асфальтируют дорожки, стелют покрытие летней веранды. Строительство детского сада на Ташкентской продолжается. Уже появились большие витражные окна. Заканчивается покраска фасада. Смонтирован теплоузел. С момента подачи отопления работы будут проходить в круглосуточном режиме в три смены. Сейчас как отопление в пятницу даю, я сюда людей добавлять буду порядка 20-30 человек. А вот в детском саду на Алматинской внутренние помещения почти готовы. Осталось закончить монтаж потолка, покраску комнаты и установить сантехнику. Она уже заказана и будет доставлена в ближайшие дни. Основные силы подрядчик сейчас направил на благоустройство территории. Большие объемы выполнения по внутренним работам. Там надо ускориться по внешнему благоустройству. Погода пока что это позволяет сделать. И мы полагаем, там все работы также будут выполнены. Кроме строительства новых детских садов в городе, продолжается реконструкция еще двух зданий, в которых ранее уже располагались дошкольные учреждения. На новой вокзальной 213 готов фасад детсада. На территории установлены беседки и спортплощадка. Внутри продолжаются работы по покраске и устройству пожарной сигнализации. А на Карла Маркса 448А уже полностью готов второй этаж. Осталось лишь завести мебель. В понедельник завозим всю мебель сразу, всю, несколько камазов. И будем потом потихоньку собирать. Самый высокий процент готовности у детского сада на Георгия Ратнера. Здесь даже стены успели расписать веселыми рисунками. В здание подается отопление. На двух этажах начали уборку после ремонта. А на улице вокруг сада выросли беседки и игровые площадки. Готовность у нас практически 90%. Здесь уже на двух этажах ведется отмывка помещений. Поэтому здесь у нас опасений каких-то по неводу объекта совершенно нет. Строительство и реконструкция детских садов в Самаре выполняется по национальному проекту «Демография», который инициировал президент России Владимир Путин. Глава Самары Елена Лапушкина поручила увеличить количество рабочих и строго придерживаться намеченных сроков. Все объекты планируют сдать до конца этого года. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.